Здравствуйте, дорогие телезрители! У меня сегодня будет разговор с моим другом Олегом Моголецкий. Олег Моголецкий возглавляет форум Свободных Государств Пост-России. Проводит встречи, форумы на эту тему. Я участвовал на нескольких форумах. Олег делал приглашение, очень полезное для меня, для казахстанцев. Это мероприятие было, я считаю. Олег, еще раз добрый день. Добрый вечер, добрый день. Мы два раза, по-моему, уже на моем канале разговаривали, да? Если память не изменяет. Это второй или третий раз, не помню. Олег, сейчас поток информации огромный, люди все забывают. Вкратце, если можно, мы на «ты», изложи суть деятельности вашей организации. И потом, за прошлый год я хочу рассказать, какие были планы, как они реализовались. И теперь на следующий год, на этот год уже какие планы, на эту тему поговорили бы. Цель нашей платформы, и это абсолютно горизонтальное создание, да? То есть это сеть, это комьюнити, это не какая-то вертикаль, поэтому нельзя сказать, что я что-то возглавляю. Скорее, я вот такой вот координатор, как хаб, который соединяет разные движения, разные организации. Цель нашей платформы — помочь национально-освободительным и или антиколониальным движением, до сих пор пока еще оккупированных Москвой нациям и регионам, да, начиная от башкортов, татаров, саха, бурятов и заканчивая регионами, которые также землем, Московией, да, используются как классические колонии — Сибирь, Урал, Тихоокеанское побережье и так далее — превратиться им в независимые государства, свободные, которые смогут сами строить нормальное гражданское общество, нормальные комфортные условия для жизни своих граждан, а не заниматься ядерным террором, да, внутренними репрессиями и кошмарением не только всех своих соседей от Монголии, Казахстана на юге и востоке, да, как бы по периметру Российской Федерации, так называемой, заканчивая там Украину, Литву, Польшу и так далее, глобально все мир. Вот, мы стараемся, чтобы голос национально-освободительных движений был более мощным, да, чтобы его услышали все ключевые геополитические центры силы, для того, чтобы этот голос мог находить союзников и партнёров в странах свободного мира, потому что московская пропаганда, она эффективная, да, за там не десятилетия, а столетия она смогла внушить не только там людям, которые живут на территории так называемой Российской Федерации, но и всему миру, что они какой-то вроде монолит, один народ и толстой Достоевский большой театр, да, вот эту вот картинку. мы показываем, что это не так, что действительно это последняя континентальная империя в Европе, что это тюрьма народов и её контролируемый демонтаж, это не только плюс для, собственно, этих captive nation, да, ну, оккупированных народом Москвы и регионов, но и для всех соседей её, и для всего мира, для всей глобальной безопасности. Вот если коротко, это наше ключевое, ключевое задание, наша работа имеет как публичные проявления, да, вот как проведение мероприятий в странах свободного мира, форума, 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 так и, конечно, много не публичной работы, целью которой, опять же, есть ускорить и направить в конструктивное русло процесс деколонизации Московии. Олег, я хотел всё-таки уточнить, если получишь, вообще, инициаторы, когда возникла вот эта ваша организация, кто инициатор, ну, если возможно, там, финансирование откуда находите, поддержку откуда находите, это общественная организация, государственный институт, и потом дальше мы пойдём. Идея о создании этой платформы возникла у меня как поиск решения, да, вследствие начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, так называемая, да, в Украину в конце февраля 2022 года. Россия начала свою военную агрессию против Украины в 2014 году, события, которые у нас были, я, гражданин Украины, да, на Майдане, потом они начали военную аннексию оккупацию Крыма, развязали войну на Востоке Украины и, там, 8 лет поддерживали её в таком прокси-гибридном формате, иногда усиливали эскалацию, иногда уменьшали её, но когда началась уже полномасштабная фаза, для меня лично стало ясно, что, ну, невозможно никаким образом даже точечно взаимодействовать и существовать с этой империей, если и моя страна, мой народ, и все соседние, и те, которые сейчас на нас нападают, хотят иметь будущее, это означает, что эта империя должна прекратить своё существование. Как этого достичь? Ничего нового нет, да, опять же, этот процесс проходили 100 лет тому назад Османской империи, Австро-Венгерской империи, прошли за последние 70 лет это Британская, Французская, Португальская, Бельгийская, Голландская империя в Европе, все, кроме России и КНР, прошли этот путь. Вопрос стоит в том, как его ускорить, да, потому что для вот моей стороны, для моего народа очень важен каждый день, да, потому что каждый день гибнут там и становятся, ну, не полностью способными физически сотни людей. И вопрос стоит не только, как ускорить этот процесс, но как его направить, опять же, в конструктивное русло, чтобы после того, как эта империя прекратит своё существование, она прекратит, такая логика истории, такой, ну, такая динамика мира, да, то есть это энтропия. Вопрос, что возникнет потом, да, к сожалению, на востоке Украины не будет Тихого океана, как бы не хотелось, не можно будет поехать на границу, насладиться словом. Там будут какие-то государства. И вопрос, какими они будут? Такими, которые будут, опять же, сумасшедшими, которые через 5-10 лет вернутся к своему реваншизму, имперским болями опять начнут какую-то большую войну ядерную. Или это же будут плюс-минус адекватные, нормальные, демократические страны, с которыми, возможно, со временем можно нормально взаимодействовать, торговать и так далее. Вот. Эта инициатива у меня возникла, я понял, что на тот момент, к сожалению, никакой подобной платформы вообще не существовало ни в одной стране мира. Все то, что называлось словами российская оппозиция, это абсолютно или полностью, или частично, или созданы, или курируются, контролируются, или взаимодействуются российскими спецслужбами, то есть ФСБ, ГРУ, ну, которая была тогда службой внешней разведки, псевдо-либеральные, псевдо-оппозиционные промосковские имперские силы, да, которые вот просто под вывеской этих хороших русских либералов, они говорят тоже, да, вот на самом деле вопрос стоит в том, что у нас есть сталинизм, ну, вот эта школа Патрушева, Путина, да, то есть это такие когибисты, и школа, условно говоря, имперских псевдо-либералов, да, которые ориентируются на просвещенный абсолютизм, там, Николая II, Екатерина, вот то, что так называемая российская оппозиция, но они хотят все равно империю, и они занимают пространство, да, на котором должно было быть действительно представители captive nation, да, то есть коренных народов, представители настоящей оппозиции, и их голос был не слышен, да, то есть это люди, которые не имели никаких информационной поддержки, никакого саппорта дипломатического, политического, о них никто не знал, буквально, да, там, страны свободного мира, в Украине в том числе, потому что нам навязано, опять же, это ФСБ было, и ГРУ, да, что вот Навальный, Ходорковский, там, неважно, фонд борьбы с коррупцией, бла-бла, вот эта российская оппозиция против плохого царя. И я начал работать, искать партнеров, союзников во всем мире, то есть это и частные лица, да, то есть там политики, дипломаты, это медиа, это разные аналитические центры, это могут быть государственные или парламентские группы, да, поэтому у наших партнерок есть как фракция Европарламента, так, например, и аналитический центр, там, Джеймстаун фундейтенса Соединенных Штатов. Наша инстива есть частная, да, то есть она не создана каким-то государством, она взаимодействует с разными органами разных государств, да, то есть потому что, ну, специфическая сфера, в которой мы действуем, мы не есть чем-то проектом, да, то есть это инстива, которая идет от меня. По поводу финансирования под каждое наше мероприятие мы не занимаемся фандрейзингом, да, то есть мы ищем локальных партнеров, которые могут помочь организовать мероприятия местных, вот, например, последнее наше мероприятие было в Италии. Мы нашли представителей Сената Италии, представителей медиасферы, комитета по иностранным дел парламента Италии, которые помогли провести это мероприятие. Это, во-первых, делает его качественным, во-вторых, намного делает его дешевле, да, потому что тебе не нужно тратиться на какие-то там локации. Мы не из тех, кто создает мероприятие для того, чтобы это была тусовка, да, то есть у нас нет там дорогих банкетов и тому подобное. В формате ежедневной, постоянной работы, как аналитического центра, это наше, те, кто в комьюнити нашим, проборно участие, да, то есть мы за это болеем, это дело, которое мы считаем важным, поэтому там создание, например, там, статей, создание контента, мы это делаем, ну, там, на безоплатной основе. Конечно же, для успеха дела необходима его институализация. И мы хотим, и в том числе в этом году уже обращаемся к партнерам, к международным фондам, к разным организациям, для того, чтобы наша работа могла быть более системной, мы имели разные источники системного финансирования. Но пока этот вопрос открыт. Ну вот я эту тему тоже пытался донести, когда участвовал на форумах, которые ваша организация проводила, других, нужно создать институты. Там, да, вот, ваша организация проводит форумы, там вот эти Каспаров, ну, сам критический участок, Ходорковский говорит, что Ходорковского трудно объявить, обвинить в том, что он на спецслужбу человек, если это отпахал, так сказать, подсидел. Но он тоже имперец, да, он не скрывает они, я эту тему, вчера буквально я видео ставил на казахском, на русском, да, вот, название, начинаем цикл лекций Российской империи, русский мир, да, 29 января я это выпустил, и вот там даю, пытаясь дать это объяснение, что такое это для империи, почему она возникла, вот сейчас мировое сообщество озабочено этой раковой опухоли мира, да, это Российская Федерация, там ставится вопрос, где колонизация, где империализация, я говорю, самый главный вопрос ставить надо, все-таки, где русификация, вот, именно по этому месту бития, я потом, когда с собой разговаривал, Олег говорил, вот желательно, здесь сам заинтересованы две, два организации, то есть два государства, некоторые государства, Польша и Украина, которые больше всего пострадали от этой империи, страдают, да, вот они, по-моему, должны, вот правильно говорить, что нужно вопрос ставить институтализации, какая-то организация постоянно действующая, чтобы штаты были, деньги, финансирование, там, какой-то ресурс, типа, Голос Америки, каждый день на их пропаганду поставить контрпропаганду, и уже туда, это оружие, сейчас самое главное оружие, это СМИ, туда прямо, башкирам, казахам, бурятам, калмыкам, на них вот работать, да, каждый день привлечь журналистов, я сам сказал, я с радостью туда тоже пойду, я вот тоже опытно работал, определенный, здесь правильное это направление, ну вот, сам в Украине же? Да, не в Украине, сейчас в Украине. Вот я вчера хорошую новость услышал, Зеленский подписал указ, что там, вопрос там по украинскому, как я сейчас это, забыл, надо было бы не поднять его, по украинской нации, вот по вот этой теме, именно, чтобы с Россией противостоять именно в этом информационном поле, и вот он уже, я понимаю, начинает в этом плане, как бы государство уже начинает в этом плане, в плане работы, они понимают, что здесь нужна идеологическая работа, нужно крушить их, вот этот русский мир, вот я говорил, русские говорят, все русские, я Путина слова привожу, не то, что вот я вчера говорил, вы не подумайте, что я какой-нибудь шовинист, или какой-то русофоб, нет, Путин сам сказал, русские русские, а кто такие русские, не было никаких русских до 9 века, украинцы, белорусы, еврофины, евреи создали, но он забыл упомянуть, я вчера сказал, это казахи были, немцы были, Екатерина там, манифест давала, завозили немцев сотнями тысяч, миллионами, всех делали русскими, а потом килишовали, кого-то в Украину загоняли, русских записывали, потом Казахстан, всех русскими, русскими, и вот это арусивание, это основа этого русского мира, тогда как там люди в основном-то все живут, ну, свои этносы имеют все, кто-то еврей, кто-то там бурят, калмык, эрзя, и т.д. и т.п. Вот на это я думал, вот правильно было бить, а как это считаешь, прав я или у вас какой-то другой взгляд, иной взгляд, Россию, Россию дробить. Абсолютно мы думаем в том же направлении, да, вопрос стоит в тактике, как это осуществить, и как это можно осуществить быстрее, потому что, как показывает, опять же, опыт вашей страны, нашей страны, да, любая дерусификация, в принципе, она возможна только в независимом национальном государстве, и сейчас я говорю про национальной, не этнической, а политической нации, важно, чтобы и у казахов есть этнос, да, казахи, и у украинцев есть Украина, но мы, как инклюзивная политическая нация, стараемся абсорбировать и представителей других этносов, чтобы построить новую политическую нацию, да, то есть процесс идет создание ее, да, на основе этнической нации и других наций создается политическая нация, как она была до этого создана у американцев, у французов, да, которые тоже созданы с этнических, там, окситанцы, газконцы, британцы и так далее, да, там, ну, как бы, этот процесс происходили все современные нации за последние 200-100 лет, у кого когда этот процесс происходил. Поэтому первый вопрос стоит, ну, как мне кажется, тактически независимость. Для того, чтобы говорить о любой действительно возрождении языка, да, ну, к примеру, там, татарского или башкирского, который сейчас, ну, он выгнан на маргинез, да, специально России, да, он используется, ну, как бы, только дома, в бытовых целях, да, это не язык например, бизнеса, да, это не язык, например, популярной культуры, кино или, там, науки, да, то есть специально, как это было с казахским или с украинским языком еще, там, 50 лет тому, да еще 30 лет тому, да, то есть считалось, что это язык, который можно в лучшем случае говорить только дома. Для того, чтобы возобновить культурную память, национальную память, для того, чтобы развивать национальный бизнес, все это возможно только в случае независимости. В Казахстане сложнее ситуация, да, ваше правительство, к сожалению, до сих пор находится, ну, вы своего Януковича не выгнали, да, то есть нам повезло, мы смогли его выгнать сложно, да, это было все, но мы его выгнали. Белорусы не выгнали своего Януковича, Николукашенко. Но в любом случае, мы все равно продвинулись за эти 30 лет, конечно, не так, как Эстония, не так, как Латвия или Литва или Финляндия, да, на последние 100 лет, но все равно продвинулись. И вот эту эстафетную палочку мы должны передать Башкортом, Бурятом, Саха, Татаром. Но пока существует одно государство, это мой личный взгляд, никакие действительно эффективные действия невозможны, потому что они будут давить, они будут использовать любую слабинку, любое законодательство, чтобы это все сделать спять. На мой взгляд, невозможна никакая настоящая федерация, да, там, или конфедерация на территории вот этой так называемой Российской Федерации, потому что, если они будут в одной стране, Москва, Кремль будут давить всех. Потому что любая федерация или конфедерация настоящая, да, как создавали Соединенные Штаты. Не с Вашингтона создали штат Мэм, штат Вармонт, да, там, штат Техас, нет, это United States of America, это объединенные государства Америки. То есть, фактически, те государства, которые были колониями Британии, они были, имели свой суверенитет, свою субъективность, они решили, мы остаемся независимой страной, но внешнюю, например, политику и армию, мы перейдем на федеральный уровень, да, то есть, это объединение изначально целых и самостоятельных в что-то большее. В Российской Федерации некому объединяться, да, то есть, например, Европейский Союз. Есть независимые страны и какую-то часть совместной политики, да, там, передвижения товаров или людей, они передали на уровень, ну, условно, конфедеративно, да, то есть, Европейский Союз, это же не конфедерация. В Российской Федерации это невозможно, поэтому изначально я считаю, что должен быть полный демонтаж, причем очень важно работать не только с национальными республиками, не только с оккупированной нацией, очень важно работать с регионами, потому что, например, вся Латинская Америка, да, когда она боролась и стала независимой от Испании 200 лет тому, это были в первую очередь представители так званой титров на нации, да, то есть, это были люди, которые, чьи предки, или они с нами и происходили с Испанией, да, там, Симон, Боливар и так далее, то есть, на самом деле, Боливия, Перу, Аргентина, Мексика, не все говорят на испанском языке, да, но никто сейчас не скажет, что Мексика, Аргентина — это искусственные страны, да, поэтому, я считаю, также нужно работать с Сибирью, с Тихоокеанской Федерацией, с Ингрией, это регион Санкт-Петербурга, потому что, если даже все национальные республики станут независимыми, да, от Сахи, Бурятии и то, там, Чувашии, например, и Карелии, но вот это колоссальное пространство, где живут искусственные, вот эта псевдо-нация русских, да, которые, по сути, не существуют, потому что это и не этническая нация, да, то есть, это микс, там, Миря, Мещеры, Чуди, Татар, украинцы, евреи и так далее. Винегрет, русский Винегрет. Да, не стала политической нацией, как американцы, да, потому что ирландцы, итальянцы в Соединенных Штатах, они могут быть ирландцами, итальянцами, но в то же время не американцы, да. Русские не состоялись, правильно говоришь, Олег, американцы состоялись, да, они там покрушили индейцев, там, черепа там поубивали миллионы, они состоялись, да. Канадцы состоялись, тоже аборигенов покончали, авторитетов. Смирцы состоялись, а русских нет. Русских не получилось, вот я вчера об этом и говорил, вот я. Я потом русским обращаюсь. Да, да, да. Очень важно, чтобы мы работали с регионами, потому что, опять же, как Соединенные Штаты стали независимы от Британии, так же Сибирь, к примеру, да, или Синкредов, может быть независимы от Москвы. И тогда, когда эти государства будут несколько десятков, и эти государства начнут взаимодействовать в первую очередь не друг с другом, а своими независимыми соседями. Например, Пашкортостан с Казахстаном, да, или Сибирская конфедерация, ей не нужна Москва, Москва ей ничего не может дать. А Казахстан, к примеру, да, намного более близкий и понятный партнер будет не только для Татарстана, Башкортостана, как часть, да, там, Тюркского мира, как часть вашей близости языковой или этнической, но экономически, да, и с точки зрения их и политически, та же самая, ну, неважно, как она будет называться, да, там, Соединенные Штаты Сибири, Сибирская конфедерация, но какое-то государство в Сибири явно будет партнером и, в первую очередь, будет заинтересован на хороших отношениях с Казахстаном, чем с Москвой, да, также, к примеру, Саха и Бурятия, им, в принципе, не нужен, ну, условно говоря, ни Москва, ни Казахстан, ни Украина. У них партнером будет Япония, Южная Корея, да, то есть Соединенные Штаты Америки, потому что это страны Восточной Азии и Северной Евразии, которые будут торговать, которые будут развиваться в кластере, ну, там, Северно-Евразийском, Тихоокеанском, да, ну, к примеру. И вот нужно смотреть на это всё колоссальное, колоссальное построссийское пространство, да, не как что-то единое, да, оно как, ну, вот, колоссальное лоскнутое одеяло, да, где что происходит в Карелии и в Санкт-Петербурге и что происходит на Кавказе, севером. Это две разных истории, их не нужно соединять в какую-то одну. Очень важный момент — это синхронизация, это учесть опыт 90-х годов, почему тогда этого дракона не добили, да, хотя шансы были хорошие. Два момента. Первое — это наши западные партнёры, которых сейчас мы должны правильно им объяснить, да, с чем они имеют дело, они не понимают. Они вообще не понимают, что такое Россия, да, ну, то есть вообще не понимают. Ну, большинство людей там, единицы понимают. Объяснить им, что главная ошибка 91-го года — это то, что в отличие от вашей страны, Казахстана, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, Украины, которая добровольно отказалась, Россия не отказалась, да, то есть можно было спокойно в тот момент за ножки Буша, Ельцину сказать, подписывай, как и все остальные, отдавай ядерный арсенал. Если бы у России сейчас не было ядерного арсенала, ситуация была бы кардинально другой. То есть первый вопрос — это полная диноклоризация всех новых стран, которые будут, включительно с бывшей митрополией. Это самый важный вопрос. И второй вопрос — нужно понимать, что взаимодействие региональных лидеров, да, Казахстан, Моголя, Турция, Украина, Норвегия, Япония, они должны быть такими партнерами, такими в хорошем понимании слова модераторами этого процесса, чтобы не позволить возникнуть реваншизм, чтобы Москва опять не занялась сбором этих земель, а развивалась как небольшое континентальное государство. Ну, к примеру, Турция после Османской империи. Переехала столица со Стамбула в Анкару, Турция стала светским нормальным государством, себе нормально развивается последние сто лет. Австрия после Австро-Венгерской империи. Австрия 500 лет была главной, ну, чуть ли не главной имперской силой вместе с Францией во всей Европе. Но ничего. Вена нашла себя как там экономический, культурный, туристический центр. Да, и Австрия там небольшая за площадью, но очень-очень успешно. То же самое может быть с Москвой. Но вот эти действия, они должны быть очень синхронизированы, потому что, опять же, ошибка, кроме внешней ошибки, внутренняя ошибка, когда Ичкерия начала свою борьбу за независимость, ее никто не поддержал. Ее не поддержал там Башкортостан, Татарстан, ее не поддержала Украина, ее не поддержала Соединенные Штаты Америки. Если будет эта ситуация, она, скорее всего, повторится. Очень важно, чтобы, если Москва захочет что-то утопить кровью, чтобы все были против Москвы и поддержали первые несколько республик, несколько государств, которые будут бороться за свою независимость. Они пригожено готовы были поддержать, бандиты даже. Они, в принципе, садили. Никого хочешь, они прийдут садоваться. Да, никого хочешь, готовы. Просто не решается, нет некому организовать, все растеряны, все раздроблены. Ну, принцип один, римский у них, разделяй властвуй. Это трехсоттысячная армия вот этого, Золотова и т.д. Олег обрадовал только что, вот на нашем разговоре впервые, я слышал, что нет никакой русской нации, там сборник. Вот мое мнение, вот я вот вчера открыто начал эту работу, ваша организация, другие, это открыто надо транслировать на Россию, объяснять. Я вот говорю, русские, вот россияны, любое дело, которое начинается, она имеет перспективу, когда она сделана не с ненавистью, не с враждебностью, а с любовью. Я вам с любовью говорю. Вы поймите, то, что я говорю, русских нет, это не то, что я против вас. Это искусственное. Я привожу сейчас документы, я буду серии видео делать, доказывать. Я слова Путина привел, за язык его никто не тянул, же он сам сказал, русских не было, они создались из этого. И вот на это надо бить, объяснять, прояснить, разъяснить работу тем же башкирам и всем русским, что у вас есть корни. Это корни, от которых вас оторвали. У кого-то бабушка украинка, у кого-то дедушка еврей, или там Эрзя будем, или ханты, манси, татар, башкир или казах. И вот вам надо находить свои корни. Вы стопроцентные манкурты, я вот говорю, стопроцентные манкурты. Вы, пока вы свои корни не найдете, ничего у вас не получится. Что такое Россия? Всем видится на западе, Россия это общее там государство, там 140 миллионов руководства. Да, там какие-то нарушения есть типа, ну, это русские. Но я говорю, нет, вот это Кремль, это номенклатура сидит, да, вот в свое время, как жрецы, как Индии были жрецы, каста там неприкасаемая, потом средний класс, вот это духовенство, армия, чиновники и народ, которых эксплуатируют. Вот в России такая же кастовая, кастовая это сословие, нельзя его отождествлять. Вот они создали искусственную нацию и каждый день скармливают идеологию, вы великие, там договорился Путин, геном даже отличаемся, говорит, но каждый день они в этот день вливают, вливают мозги, зомбируют. Вот здесь контрпропаганда должна, допустим, я сейчас свою работу, если ваша организация и другие начнут, то люди начнут прозревать, они будут в самом деле, если так говорят, если аргументированно говорят, если приводят документы, Екатерины, вот указ, по ее указу заехали немцы, которых сделали русскими, потом евреи там были, вот костяки, потом как вот этот, как его, один юморист там, он женат на гимнастке, Павел Воля, он там башкир, говорит, вот, потом про что-то он какой-то юморил, и потом, вот Россия здесь в Москве началась, и потом ням-ням-ням-ням, всю Сибирь съела. Она так же есть, вот он шутя, вроде бы, но все равно ту политику, которую осуществлял Кремль, Москва, Петербург, да, он ясно сказал, это здесь на другом уровне, это мы как политики, мы как общественные деятели, мое мнение, на это надо бить, вот, будить самосознание людей, которые живут в этом Российской Федерации. Согласен. Более того, они больше всего выиграют от того, когда у них возникнут новые, небольшие, компактные государства свои, где у них будет не царь за несколько тысяч километров, который сидит, ему все равно абсолютно на все, да, он готов и убивает этих людей, они живут плохо, они живут в нищете, а когда это будет страна, как Эстония, да, не важно, или как Казахстан даже, да, в любом случае, это намного лучше, чем то, что у них есть сейчас, при всех, опять же, да, недостатках современной Украины или Казахстана, мы и вы живем намного лучше, да, чем мы бы жили, если бы были частью дальше этой империи, как мы были до 91-го года. И согласен с вами, что нужна правильная информационная политика, я бы даже не использовал единственное слово контр-пропаганда, потому что то, что мы будем, и что мы делаем, и что мы будем делать, это не пропаганда, на самом деле это правда, да, то есть, как вы говорите, мы основываемся на фактах, да, то есть это просвещение, на самом деле, да, то есть мы говорим о прошлом, которое по Орвелу абсолютно было переписано десятки раз в этой империи, да, почему у них закрыты все архивы, они же до сих пор даже архивы Советского Союза не открывают, потому что они боятся, они боятся правды, да, то есть правды боятся. И второй момент, кроме того, что мы говорим о ремесансе, возрождении, да, там разных русифицированных наций и акносов, поскольку они искусственные, да, искусственное создание вот этого, ну, я не знаю, как его назвать, русских или россиян, есть возможность и для создания нового, да, для создания тех идентичностей, которых не было, да, вот, например, идентичность, ну, опять же, да, там жителей Тихоокеанского побережья, да, то есть Приморья и Примурья, то есть люди, которые живут, как бы, Хабаровске, Владивостоке, по сути, это северная Маньчжурия, которую Россия забрала, используя слабость Китая во время 1860-х годов, если не ошибаюсь, 62-й, да, когда у них была война вторая, опиумная с британцами, они забрали эту территорию себе, но там нет уже Маньчжура, да, то есть они все русифицировали, туда много людей с Украины приехало, то есть там вот абсолютное такое, в хорошем понимании, дикое поле, на основе которого может появиться новая нация, да, ее сейчас еще нет, как, например, не было 70 лет тому нации тайваньцев, или нации гонконгцев, да, то есть это были, ну, там, китайцы, да, там, или из разных провинций, сейчас есть политическая нация гонконгцев, тайваньцев, сингапурцев, да, то есть она создана в процессе того, как появилось государство, и потом появилась политическая нация, так же будет в Ингрии, в Сибири, так же будет на Кубани, к примеру, да, то есть Кубань, которая была 100 лет назад, и которая будет через 10 лет, это разная Кубань, но по сути, создание политической нации кубанцев, на основе этнических, украинцев, черкесов, русских, условных, да, опять же, которые сами по себе микс, возможно, и абсолютно с вами согласен, что нужно искать позитивные подходы, да, просто людям говорить, что вы тупые рабы, что вы холопы, и вы грязные, и так далее, ну, это человека будет отбивать желание, с тобой общаться, не мотивирует его, несмотря на то, что с ними плохо, мы должны искать правильный подход к этим людям, правильно, правильно, возвращаясь к теме, вот это, что вы, и сам говоришь, я говорю, надо Россию расчленить, Герман Стерлигов, вот, с Гордоном разговаривает, он тоже говорит, нам надо сжаться, ну, отдайте японцам это, Калининград, сжаться какой-то, не отдать, вернуть, они забрали, он говорит, продать, ну, там, продать, так и так мы потеряем, он правильно говорит, он очень разумный человек, Герман Стерлигов, мы, и китайцы, мы все, заберут у нас бесплатно, лучше продадим какое-то кольцо, сделаем русское золотое, и там будем строить свою жизнь, наконец, говорит, будем строить, ну, я вчера говорю, вот эта огромная страна, просто туда посмотришь, тебе уже тяжело, а там наводить порядок никто не сможет, тем более с Москвой никто не будет, а народ этот, нужно вот этой номенклатуре, этой элите, только для двух вещей, качать газ, качать нефть, все, и застанавливать, никогда, они не позволят этому народу развиваться, научно-технический прогресс какой-то, развивать, богатеть, когда человек богатеет, у него много вопросов там, поэтому, они вот в таком состоянии, в монкультизированном, вот это, образования нет, чтобы манипулировать им было легко, вот в таком состоянии буду держать, да, ну, следующую тему я хотел затронуть, вот уже, только что сам поднимал, российская оппозиция, вот, Ходорковский, как его еще, Гарри Каспаров, вообще, кто есть, кто, ну, на твой взгляд, Олег, разумно говорит, вот, позиция, разумная, вот, логическая, правильная, выверенная, из них, кого можешь отметить, и кто, явный имперец, вот, хочет, просто там, уберите Путина, я хороший, давайте, я буду здесь демократом. Я не знаком на сегодняшний день, ни с Михаилом Ходорковским, ни с Гарри Каспаровым. Мне лично импонирует больше Гарри Каспаров, да, с них двух примеров, да, потому что человек с, ну, с очень высоким интеллектом, он, конечно, высокий у Михаила Ходорковского, но исходя из его бэкграунда, я не тот человек, который любит судить других людей, да, потому что понимаешь, что жизнь сложная, жизнь не черно-белая, но, во-первых, я понимаю, что построить самую большую компанию Российской Федерации в 90-х годах, в таком, мягко говоря, сложном продукте, как нефть и газ, да, мягко говоря, коррумпированном и криминализированном, сложно было, не переходя определенные моральные грани, и второй момент, я понимаю, что в России попасть, в тюрьму может каждый, а выйти из тюрьмы живым и здоровым, даже через 10 лет, очень сложно, при Путине, при какой там, 13-й год его правления было, или 14-й, да, в 2012 году, поэтому у меня есть сомнения, исходя из того, что говорит Михаил Ходорковский, что он может системно поменять эту страну, в то же время, по поводу Гарри Каспарова, мне кажется, это человек, который мог поменять Россию в нулевых, если бы он, Касьянов, остальные люди, когда вот Медведев был президент, или когда балонтировался первый раз, или когда Путина, да, там, третий раз выбирали, если бы они смогли не позволить Путину вернуться в кресло президента, да, как бы, у них был шанс, но этого шанса уже нет, и сейчас абсолютно другая повестка дня, и эти люди с прошлого, все, да, все, кого называется так званная российская оппозиция, в том числе и Навальный, это люди, которые были сведением, да, то есть изменения России конца нулевых, начала десятых годов, сейчас же я не вижу смысла, не вижу необходимости в каком-то одном политике или партии, которая будет менять всю Россию, я считаю, что нужно работать с группами людей, будущих независимых государств, потому что, если есть три САХА, которые могут поменять и сделать САХА независимым, да, ну, не важно, там, три человека или три партии, не важно, какое отношение Москвы к ним и у них к Москве, с ними нужно работать как с лидерами будущих САХА, если есть группа людей, которые за независимую имбрю, да, то есть это Санкт-Петербург и Ленобласть, не важно, да, как к ним относится Москва или как к ним относится Бурятия, эти люди сделают свое небольшое государство и нужно работать с ними, поэтому я считаю в нашей платформе, да, мы смотрим не на какую-то одну общую Российскую Федерацию и какой-то общий лидер, мы работаем с 20-30, региональных и национальных лидеров, потому что лидеры Башкортостана это лидеры Башкортостана, им не нужны лидеры с Москвы, им не нужен Ходорковский, Каспаров, Навальный или кто-то еще, это люди, которые будут строить независимый Башкортостан, вот у нас такой подход. Хорошо, два года работы уже будет организации, вот анализ можешь подвести там, резюмировать, прошлый год, как он отработали, какие задачи ставили, какой опыт положительный извлекли и на этот год какие планы? Такие же, как и на прошлый год, то есть помогать и ускорять процесс деколонизации окончательного демонтажа имперской Москвы. у нас есть две ключевых группы, если мы говорим про наши публичные активности, то есть это собственно люди, которые живут в регионах и нас, которые станут независимыми государствами, чтобы они больше знали о своих перспективах, о том, что независимость для них это возможность, это не панацея, если Татарстан или Башкортостан или Саха или Ингрия станут независимыми, у них не будет сразу же уровня жизни, как в Калифорнии или как в Катаре, но у них будет возможность построить такую жизнь, и у них не будет царя, который их отправляет на убой в прямом смысле, в местные штурмы и так далее, сейчас на реализацию Украины. Так вот, первая группа это, собственно, будущие граждане независимых государств, и вторая группа это ключевые международные партнеры, которые должны помочь, поспособствовать и легимитизировать этот процесс, чтобы они не удерживали, как было Советским Союзом до последнего эту империю, Джордж Буш в Киеве за три недели до провозглашения возобновления украинской независимости, говорил, что зачем вам Украина независима от Советского Союза, с Горбачевым это классно, то есть, ну вот, оставайтесь, то же самое они сейчас говорят. И нам удается менять это понимание, взгляд, то есть, работать с лидерами общественных мнений, политиками, дипломатами в странах свободного мира, это не моментальная работа, то есть, провели мы последнее наше мероприятие, где мы с тобой виделись, было время, в Сенате Италии, это не значит, что после нашего мероприятия в Италии 80% политиков и дипломатов готова помочь, признать или тем более ресурсно поддержать борьбу Башкортостана за независимость. Нет. Но количество людей, которые знают, что такое Башкортостан, которые понимают, что это будет скоро независимое государство, и которые готовы с ним установить дипломатические отношения, пускай пока не формальные, да, с их представителями, возможно, какие-то культурные связи, какие-то ресурсную поддержку их больше. И точечно этот процесс кумулятивный. На 2023 год мы хотим, чтобы то, что мы уже делаем последние 20 месяцев, оно становилось больше, да, и появлялась у тех, цель нашей платформы помогать движению, да, то есть мы сами по себе не несем никакой ценности. Наша любая ценность, это если у Башкортостана, Сахи, Бурятии, Ингрии будет быстрее независимость и свобода. Вот если мы поможем этим движениям, их субъективизации, институризации, в ресурсах, в информационной работе, о которой ты говорил, то есть в правильной информационной работе, когда они будут иметь возможность через YouTube, через радио, телевидение, неважно как общаться со своими людьми, объяснять им, что Москва, Путин, царь, это путь в никуда, это буквально путь в ад, значит, мы достигаем тактических успехов. Ну, а цель наша стратегическая, это провести наши форумы не в Италии, Японии, США или Лондоне, а провести их в Казани, как столице независимого Татарстана, в Джохаре, как столице деокупированной независимой Чеченской республики Ичкерия, в Улан-Удэ, как столице независимой Бурятии. Надеюсь, в 2025 или 2026 году мы сможем быть уже там. Ну, дай Бог, да. Здесь я просто хотел 38 минут, достаточно мы информацией поделились. Я хотел добавить, Олег, вот я вот, команда собирается там, к сожалению, я не вижу казахов, да, вот, ну, там все не могут собраться, там 150 тетносов, есть нации, которые вообще, вот этот русский мир, он поглотил их, исчезли они. Там некоторые регионы закрывали в связи с этим, что национальные, да, но я хочу, чтобы сам принял во внимание коллеги, да, допустим, сейчас говоришь, какие-то новые, там возникнут субъекты, названия придумают. Ну, надо помнить, что Россия-то, это было до Урала, за Уралом свои были земли, свои хозяева, свои нас, этносы, в том числе, казахские земли были, где-то 13 регионов, исконно казахские земли, и вот я сам в Казахстане родился, но мои родители, и отец, и мама родились в Оренбурге, Оренбургской области, Яснинский район, вот эти все, Омск, Томск, Новосибирск, это все исконно кочевые места, кочевые жительства казахов, да, в свое время, когда алашадынцы, вот империя шаталась, они поднимали знамя, алашады, столицу от Хударды, в этом Оренбурге, ну, и потом Ленин, там, Сталин, перекроили границы, произвольно, там, какие-то, открывали заново, допустим, ну, в частности, по Узбекистану говорят, какие-то есть версии, что-то не было названия такой, даже идентичность это по Узбекистану, сахты были, ну, вот, они, как хотели, вот эти коммунисты, нарезали и создали проблемы, и вот здесь, вот я сейчас, как представитель партии Халтандоу, мы претендуем, что придем к власти Казахстана, мы, правильно замечаешь, там какой-то, Казахстан должен стать для региона, он центром, он должен поддерживать финансово Казахстан, допустим, постоянно в последние годы имеет бюджет, кроме бюджета, 90 миллиардов, золотовалютный резерв, в мире не много стран, которые имеют золотовалютный резерв, допустим, Норвегия, 1 триллион долларов, Россия, 300 миллиардов, по-моему, их там арестовали в Европе, золотовалютные резервы, Казахстан тоже может быть, как локомотивом, и Башкортостан, Татарстан, Казахстан, мы можем поднять этот ресурс наш, и мощь Казахстана, это все-таки 20-миллионное государство, да, мы будем работать, ну, чтобы мы тоже имели, что там, Аллаш, республика, на территории вот этого, фейкового, недогосударства, этого образования, недоразумения, так сказать, для Российской Федерации, она время само показала, вот этот проект, который еще Петр I замутил, Российская империя, там, поглощал всех, мы сделаем Российскую империю, русскую нацию, оба проекта схлопываются, да, вот и сейчас мы в ближайшее время дождемся, когда на осколках этой рухнувшей империи возникнут новые государства, независимые, которые будут выстраивать друг другом, соседями, дружеские, экономические отношения, и в том числе я вижу знамя Аллаш-Арды на территории, некогда захваченной этим русским миром. Олег, благодарю за содержательную беседу. Да, да. Казахстан точно будет, да, не должен, я просто скажу, а будет геополитическим субъектом и будет центром геополитической силы в Центральной Азии, и он будет ориентиром для новых, многих независимых государств, построссийских парсан, соседних, о которых вы говорили. Здесь мой личный совет Украины, которая в схожей ситуации, да, потому что часть наших этнических земель, вот вы вспоминали указ президента, да, сейчас находится на территории Российской Федерации, территория Кубани, территория Восточной Слобожанщины, Стародубщины и так далее. Это земли, в которых сотни лет жили украинцы, да, то есть эти земли были частью нашего этнического процесса, так же, как вашим был Оренбург, да, если мне память не Оренбург, не ошибаюсь, назывался по-другому, да, и вся Южная Сибирь, но мы должны понимать, что это было так. К сожалению, уже эти земли, они абсолютно русифицированы, и там живут люди, которые в большинстве своем, я не говорю, что не нужно работать, не нужно, да, и вот этот указ, он очень в правильном направлении, но нужно понимать, что территории, это в первую очередь люди, и иридиантизм, да, то есть желание присоединить часть, да, этнической территории к действующему государству, это ящик Пандоры, потому что, к примеру, да, если бы сегодня так сложились ситуации, неважно, да, что Украина могла бы присоединить к себе, там, Краснодарский край, там, Курскую область, Ростовскую область, Казахстан, к примеру, да, Оренбургскую, Томскую, Омскую, то мы бы получили, и мы, мы бы получили троянского коня, потому что мы бы получили миллионы людей, которые не хотят знать вашу культуру, ну, в данном случае, если мы говорим про Украину, украинскую, которые не знают языка, да, которые, ну, по сути, в большинстве в своем ватники, и это тот шаткий баланс, который есть и в вашем стране, и в нашем, да, по поводу превращения его в национальное государство, он бы пошатнулся, и пошатнулся в негативной стране, поэтому, мне кажется, здесь важно понимать, что мы должны строить культурные, экономические, языковые связи, но лучше иметь казахстанскую диаспору, украинскую, в независимой, там, Сибири, в независимой Кубани, да, чем присоединять эти территории к нашим государствам, иметь кучу проблем, но это мое личное, вот, мнение, что здесь должна быть мягкая сила, а не экспансия, территориально, конечно, я вот, конечно, согласен со многим, что ты говоришь, конечно, это, это Гордиев узел, его надо распутывать, аккуратно, щепетивно, не рубить ни в коем случае, не рубить, да, здесь, как юрист, я тоже понимаю, когда я говорю, когда на осколках империи России поднимется знамя Аллашарды, мы не будем его просоединять, ни в коем случае, они там свою республику поднимут, важно, чтобы там не открылась какой-то аналог ЛНР, ДНР, понимаешь, мысль мою, важно, чтобы Кубанская республика подняла флаг, потом еще кто-то, где украинцы испокон веков жили, свой флаг, потом они свои связи экономические, культурные, потихон, нет, чтобы раз, о, упали, давай хапнем, это, конечно, вызовет, я говорю, то, что без любви, так как россияне думают, да, украина слабла, давай Крым оттяпаем, давай еще что-нибудь хапнем, нет, это к хорошему не приводит, здесь, конечно, с умом надо делать, деликатно, юридически грамотно, вот даже вот такой вопрос, я пока не забыл, у всех вопрос такой стоит, ключевой, а что делать завтра с этим, если там их много образуется, несколько десятков, ядерным оружием, кому ему давать, а здесь, чисто, как юрист, я говорю, очень просто, Советский Союз в 91-м году распался, вышли один за другим, все вышли, последний, кто остался, вот он должен быть собственником, ядерного оружия, а последний, если вы историю посмотрите, Советского Союза остался, Казахстан, понимаете, Казахстан, вот здесь это будет решение проблемы, если вот этот вопрос поставить, это вроде бы сейчас смешно кажется, да, но на самом деле так получилось, Россия раньше вышла из Советского Союза, объявила независимость, а Казахстан остался, соответственно, де юра, Казахстан правоприемник, все, что было в СССР, и вот этот нюанс, за этот нюанс, мы должны зацепиться, юристы, мы как казахи, вот когда придем к власти, мы этот вопрос поднимем, все вот эти здания посолят, сейчас собственно Советского Союза, это наше было, давайте этот вопрос, если у кого-то споры вызывают, суд выставим, и там будем проводить свой аргумент, в том числе, ядерное оружие, потому что из Советского Союза все почему-то убежали, остался Казахстан последний, но потом у нас выхода не оставалось, мы еще не будем Советский Союз содержать, мы объявили независимость, но сам факт юридический, вот этот, имеет место быть, и это основание, для мирового сообщества, именно вот так поставить вопрос, если Россия распадается, ну, после Советского Союза, как я сказал, только что уже третий раз, остался самый последний, Казахстан, значит он правоприемник, все ядерное оружие, на территории Казахстана, Казахстан себя показал, за многие годы, что это адекватное государство, это нация, которая никогда, в последние годы, столетия, не претендует, ни на какие завоевания, какую-то геополитику, и соответственно, это ядерное оружие, без никаких проблем, можно пристроить, как считаете? Я сторонник у него утилизации, я думаю, что Казахстану оно тоже не нужно, а утилизировать, это все равно, куда хотят, Казахстан, вот даже вот банк ядерного топлива, ни другого места, на всем земном шаре не нашлось, как Казахстан, можно на этом хорошо заработать, я имею ввиду, что мне кажется, не нужно становиться Казахстану, ядерным государством, иметь оружие, потому что тогда это для вашей страны, создаст очень много рисков, начиная от того, что все эти больные имперцы, постараются расшатать, вашу внутреннюю политику, и возбавить ее, вернуть, а во-вторых, КНР, так же, как империя еще одна, которая, к сожалению, у вас есть под боком, будет себя, может вести себя совсем иначе, потому, ну, мой совет, что-то все оружие нужно просто утилизировать и уничтожить, а где и как, ну, Казахстан, если готов заработать на этом, прекрасно. Нет, ну, я как против, ядерное оружие, ну, здесь мы психически устойчивые, нас никто не ушатает, не расшатает, ну, это, конечно, тема другого разговора, просто я мысли вслух высказываю, потому что вопрос это висит, это вопрос висит. Это очень важно, открытая дискуссия. Хорошо, Олег, большое спасибо, мы вот 48 минут проговорили, будем сотрудничать, будут съезды, приглашай, с радостью будем принимать участие, вот эти видео я направлю, если возможно есть, может на ваших ресурсах тоже мои, мы как бы в одном направлении работаем, просто надо координацию еще больше сделать и запускать вот это оружие массового поражения, именно с мы, я готов сотрудничать. Добро, всему доброго, успехов в вашем благородном труде. Спасибо.